Ну что ж, дорогие друзья, мы просим вас отключить мобильные телефоны и начинаем второе отделение гала-концерта. Сегодня мы чествуем лауреатов и дипломантов конкурса, посвященного столетию со дня рождения Тихона Николаевича Хреникова. Но, как заметил на этой сцене Владислав Игоревич Казинин, такое ощущение, что Тихон Николаевич сам присутствует где-то с нами рядом. И сам, наверное, дает нам понять ощущение жизни, ощущение праздника вот этой программы. Тихон Николаевич Хреников принадлежал к тому счастливому типу композиторов, которые проявили себя в разных жанрах. Я напомню только несколько произведений, наверное, пользующихся особой популярностью. Это знаменитые оперы, не всегда встреченные только аплодисментами «Мать и Бурю». Это балеты «Наполеон Бонапарта. Капитанская дочка». Это симфонии композитора, концерты для фортепиано, скрипки, биолончели. Конечно же, песни Тихона Николаевича Хреникова. Песни, которые он писал для спектаклей, становившихся легендарными. Достаточно вспомнить много шума из ничего, спектакль Вактанковского театра или песни кинофильмов «Свинарка и поступь», «Верные друзья». Но я думаю, вы со мной согласитесь, что самой большой любовью Тихона Николаевича Хреникова был симфонический оркестр. Может быть, потому что первые успехи его пришли именно как композитору, создателю симфонических произведений или произведений для фортепиано-симфонического оркестра. Это первая симфония и первый концерт для фортепиано-симфонического оркестра. Они в одно мгновение из музыканта, еще совсем молодого, еще студента консерватории, именно тогда был написан первый фортепиано-концерт, сделали его композиторы с мировым именем. Потому что симфония Хреникова зазвучала не только в Москве, не только в Харькове, но сразу же зазвучала в Соединенных Штатах Америки. И стала воплощением всего самого лучшего, чем обладала тогда советская музыка. Тихона Николаевича Хреникова не зря называют классиком и патриархом. Он на самом деле сохранил эту преемственность ветле русской симфонической школы. И, конечно же, сегодня не случайно среди номинаций конкурса значится музыка для симфонического оркестра. И не случайно сегодня на сцене присутствует и будет звучать симфоническая музыка в исполнении одного из самых молодых и самых талантливых коллективов нашей страны. Симфонического оркестра Белгородской государственной филармонии. Оркестра, который создан не так давно, но сегодня считается одним из самых лучших. Творческая кредо – это постоянно обновлять репертуар у коллектива. Более 40 программ в один год. Именно такой масштаб работы Белгородского симфонического оркестра. Они с вдохновением исполняют музыку как старинных мастеров, так и современных композиторов. Они сотрудничают с композиторами-классиками сегодня российской музыки. Вместе с тем дают дорогу молодым музыкантам. С ними с удовольствием играют и Тигран Алиханов, и Александр Гиндин, и Денис Мацуев. И вместе с тем среди солистов, с которыми сотрудничает оркестр, значатся совсем еще молодые музыканты, но и уже известные. Екатерина Мечетина, Никита Борисоглебский и многие-многие другие. Самым большим своим достижением Белгородский симфонический оркестр считает участие в знаменитом форуме симфонических оркестров, который прошел в Екатеринбурге. Гастрольная деятельность оркестра насыщена концертными гастрольными выступлениями. Это и Курск, это и Владимир. Выступают они в Москве, выступали они и в Харькове. Есть среди перечисленных и заграничных гастролей. Франция, Швейцария. Наконец, в этом году оркестру аплодировали в Китае. На сцене симфонический оркестр Белгородской государственной филармонии. Художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный деятель искусств Украины Рашид Нигаматуллин. Программу второго отделения откроет музыка Тихона Николаевича Хреникова. Звучит фрагмент музыки балета Тихона Хреникова «Наполеон Ванапар». Пролог. Дирижер, заслуженный деятель искусств Украины Рашид Нигаматуллин. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Поэма памяти ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Добро пожаловать в 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 Казахстан! Лучших исполнителей. Причем программа была разнообразнейшая. От народной музыки до написанной народной традиции и заканчивая произведениями джазовыми. Так вот сам Тихон Николаевич Гринников постоянно принимал участие в этих фестивалях не только как композитор, но и исполнитель. И все присутствующие в зале не могли отвести глаз от самого Тихона Николаевича Гринникова и не могли вообще просто перевести дыхание. Настолько завораживающим было ощущение служить Тихона Гринникова пианистом. Многие, конечно, знают, что он закончил Московскую консерваторию еще и в классе Генрика Нигауза как пианист. Нигауз говорил о Тихоне Гринникове как о мастере, который может сделать блистательную карьеру. Но сейчас, когда готовится эта сцена, мне бы хотелось вспомнить еще об одном моменте из биографии Тихона Николаевича Гринникова, совсем еще юным музыкантом. Он в Ельце пришел в класс педагогу Владимиру Петровичу Агаркову. Владимир Агарков к этому времени был не только известным пианистом, но и композитором, который после концертной деятельности, но он объездил всю практически российскую провинцию, а сел в Ельце. Так вот, Владимир Петрович Агарков был учеником Константина Николаевича Гринникова. Все, наверное, в этом мире взаимосвязано. Вот так соединились два гениальных человека, в жизни которых связано с Липецкой землей. Это Тихон Николаевич Гринников, уроженец города Ельца, и Константин Николаевич Гринников, уроженец города Лебедяя. Вообще, говоря о пианизме Тихона Николаевича Гринникова, хотелось бы вспомнить несколько блистательных моментов его биографии. Так, например, Тихон Николаевич записал все свои фортепианные концерты, и в фортепианных концертах он предстает настоящим исполнителем-виртуозом. Очень часто музыкальные критики спрашивали, как же вам удается при такой насыщенной организационной деятельности сохранять прекрасную форму. Тихон Николаевич очень часто качал головой и говорил, что к каждому концертному выступлению ему приходится готовиться, и готовиться достаточно тщательно, по 4-5 часов. Ну вот, кажется, уже практически все готово для того, чтобы мы услышали с вами веселый концерт для фортепиано с оркестром. Композитор Игорь Дароднов, лурят второй премии. Игорь Дароднов, композитор, который представляет город Саратов. Итак, веселый концерт, вторая и третья части. Солист Александр Ларионычев, город Саратов. Дирижер Рашид Нигаматуллин. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Счастливая жизнь, счастливая судьба, как принято говорить о Тихоне Николаевиче Гринникове. И на самом деле он был очень счастливым человеком. Причем его счастье заключалось в служении людям, в служении музыке, которая была превыше всего на свете. Счастье Тихона Николаевича Гринникова – это счастье постоянного музыкального труда. Наконец, это верность выбранным идеалам. И однажды профессии. Вы знаете, мне всегда вспоминается один эпизод из жизни совсем еще юного Тихона Николаевича Гринникова, когда он впервые встретился с Михаилом Гнесиным и просто атаковал его вопросами, какой из него выйдет композитор. Михаил Гнесин не мог ответить прямо на этот достаточно сложный вопрос. Но Тихон Николаевич уехал к себе в Елец, писал письма Гнесиным, посылал ему произведения и в каждом письме говорил «Я не хочу быть посредственным композитором, я не хочу множить эти ряды, я хочу быть большим композитором». И наконец, Михаил Гнесин согласился и вызвал Тихона Николаевича Гринникова в Москву. Так, собственно, началась большая композиторская работа. Вот Тихон Николаевич был тем человеком, который никогда не забывал людей, которые сделали из него профессионалов. И своих первых учителей, которых мы сейчас с вами называли. Также он всегда с особым пиететом относился к своему учителю композиции Виссариону Шевалину. И еще одно имя – Литинский. Сегодня имя практически, ну, если не забыто, это в крайнем случае не овеянное ореолом славы. А ведь профессор Литинский, именно он научил Тихона Николаевича Гринникова вот этим полифоническим приемам, которые присутствуют в каждом произведении композитора. Вот эту школу уважительного отношения к своим педагогам Тихон Николаевич сохранял в своем классе. Его класс был просто совершенно свободен в выборе и посещении уроков. Но каждое занятие запоминалось ученикам, потому что это было занятие настоящего мастера. Дорогие друзья, очень приятно, вы знаете, просматривая буклет, я обратила внимание, что пермский композитор Виктор Пантус даже попросил в буклете опубликовать информацию о том, что на него большое влияние оказывают его учителя, его коллеги, которые работают и в Перми, и в Свердловске. Итак, звучит произведение Виктора Пантуса, дипломата конкурса «Город Пермь. Витаморфозы дня и ночи». «Город Пермь» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...